всем привет сегодня вам предлагаю ubuntu cinnamon самая последняя версия 1604 на сегодняшний день на 23 апреля 2016 года относится к серии lts то есть который будет поддерживаться в течение пяти лет то есть до 2000 двадцать первого года поэтому основательно и настоятельно рекомендую обратить на нее внимание я значит единственное что сделал сделал рабочий стол cinnamon то есть скачал unity но unity мне не нравится у нее узкая верхняя панель намертво прикрепленная значит панелька слева никуда там с ними не денешься ничего никогда мне это не нравилось в цену не мне многие вещи нравятся особенно в плане настраиваемости но самое главное давайте проверим как она сама себя на может скажем так защищать вот заведем пароль у меня здесь единичка имя пользователя юзер а вот пароль единичка и создадим я вот этот образ предыдущий убираю создадим новый я очень долго маялся с этой сборочкой но в конце концов сделал итак создание образа закончилась образ занял в среднем два ну два целых а четыре десятых гигабайта но тут программа поставлена конечно на немерено ну давайте вот мы проверим далеко бегать не нужно тут поменять только носитель да и все запускаем ну на менюшка значит без кракозябров на английском языке нажимаем enter итак сборка стартовала нормально значит ну что я скажу закон номер один если образ загружается на виртуальную коробочку значит он создан правильно и скачен правильно вот и все значит его можно писать уже на флешку и с флешки уже значит загружаться или или загрузившись с флешки с этой флешки можно устанавливать эту систему к себе на раздел жесткого диска вот и все если флешка не грузится значит проблем несколько первая или сама флешка битая или программа для записи флешки не совсем скажем хороша сменить нужно ну и третья частая наиболее причина бывает никудышные никудышные настройки безуса поэтому если вы с данной флешки грузились раньше на компьютер все было нормально значит у вас этот образ должен загрузиться вот таким вот образом что в сборке представлено на полный джентльменский набор значит программа систем баг для создания бэкапов программа на кутэ на фс арчивер это вообще делает бэкапа как говорится любого раздела жесткого диска будь там винда или линукс без разницы раздел может быть там и на 300 гигабайт а если на нем всего лишь там 100 гигабайт занято он возьмет только занятое пространство сожмет его в своем формате лзо и поместит на любой раздел жесткого диска или на любой раздел внешнего жесткого диска или на облако великолепная программа на цены и нет если еще они научат ее делать из образы с допуском допустим до 4 гигабайт величиной но это будет вообще фантастика очень хорошая программа программа джепартит для разметки жесткого диска все ее знаете вот здесь мне пришлось покопаться кому охота ручками поработать и по большей части головой вот я вам предлагаю значит если вы настраиваете сборку значит убунту вот когда вы ее переделаете на ценам он да и даже так а вот попробуйте к поставить супер бут менеджер и групп кастомайзер вот я посмотрю что у вас получится смею вас уверить что у одного человека из стайта может получиться вот таким вот образом вот значит тут кстати помимо стандартной установки тут еще работает эмулятор который если просто поставить эту программу он не работает здесь он работает это вот менюшка загрузочная так что тут сделано все скажем нормально также значит работает значит настройщик меню загрузки виртуальная коробочка только что мы смотрели проверили как она работает значит программа синаптик для управления пакетами хорошая программа очень-то много на русском языке значит там игры искусство наука там да ради бога по системе там можете посмотреть очень много значит идет текста на русском языке хорошая программа могу рекомендовать вот здесь значит имеется еще программу или назначит менеджер приложений здесь он запускается без ввода пароля а просто берется как говорится и запускается вот она видите ни пароли не надо ничего нормально сделано дальше пытался его пристроить вот сюда на кайродок получался значит значок синенький кругленький со знаком вопроса а здесь он значит сидит со своим нормальным значком вполне приличные каши не просит дальше значит программы я пишу с экрана сейчас программой симпл скрин рекордов это раз затем значит я буду обрабатывать свое видео в редакторе open shot я им давно уже пользуюсь он мне нравится простой не замысловатый хороший работяшка значит есть еще одна программу или назначит см плеер ну я ее люблю она конечно классом пониже чем вельси но не есть вот интересная функция допустим f11 поиск видеороликов допустим там на трубе а сейчас чуть даже даже и новое появилось ну смотри и уже не на трубе ну давайте посмотрим заведем как сюда мы тут что тут она выдаст на сей раз значит они что с трубой рассорились да нет вроде бы так фантом вот так ну давайте посмотрим ну хорошая песенка такая лихая значит нравится нам взяли добавили ее вот сюда в следующий раз вернулись открыли допустим см плеер вот взяли ее и открыли так что он этот плеер очень хороший для просмотра видеороликов кстати у него есть вот такая хорошая штучка он хорошо показывает информацию о видеороликах вот практически все мы видеоролики качеством 1920 на 1080 здесь скажем так на качество слабенькое но тем не менее вот всегда можно в таких настройках посмотреть и справиться то есть все тут для человека сделано чтобы мог нормально все это дело делать плюс сюда я прилепил мощнецкую штукенцию сейчас покажу вам смотрите я беру копирую ссылочку и открываю вот это вот чудо монету вставляем ссылочку вот он нам выдает так вот я вам скажу обратите внимание что значит вот я выбираю качество HD HD 1080 и нажимаю значит загрузить и по одной он будет мне бесплатно все это дело грузить но вот если хотите грузить целыми плейлистами ну тут придется тогда активировать и заплатить там 7 или 8 там фунтов я уж не помню посмотрите сами а если вот так вот попытаться сделать написать SS то здесь он вам качество даст только 720 вот 1920 он вам никак не сможет дать вот такие вот скажем пироги с котятами то есть очень хороший видео даунлоудер скачивает нормально файлики но причем не только с трубы ну и со многих других значит мест а здесь вон даже пишут что уже и ссылка не найдена для скачивания и там ставьте то да господи вот есть хорошая программа пользуйтесь ею да и все нормальная штучка значит вот здесь значит я сделал сделал значит вот блокиратор рекламы это для людей которые хотят обойти значит блокировки своих любимых правительств любое правительство накладывает свой ответ по каким-то причинам людям не разрешает им не разрешается ходить туда то и смотреть то то но я считаю что это глупостью информация должна быть свободной так же как воздух и вода вот и нечего тут на нее накладывать всякие ограничения да бывает информация скажем нерадостная печальная но тем не менее так сказать люди должны к ней иметь доступ и значит так же установлена еще значит говорилка когда заведете там свои данные в эту говорилку там адрес электронной почты и так далее то можете со своими друзьями говорить так же как и по скайпу то есть вот такой вот хороший у вас будет броузер хромимум нормальный функциональный располагаться он будет вот располагается здесь вот на верхней линеечке дальше значит скайп имеется имеется значит мега синк и дропбокс два хранилища облачных ну на google drive просто попадете я не синхронизирую там ничего скайп тоже все подготовлено как говорится ради бога пишите я согласен заводите там свои пароли там и все будет у вас нормально ну естественно значит вторая программа при помощи которой помогаю людям по скайпу и основная это teamviewer хорошая нормальная добротная программа вот видите все то что о чем я говорю оно работает вот допустим пожалуйста тел телевизор можете значит смотреть его тут каналов масса еще я вот сейчас на паузу нажму много вот побегаете посмотрите там я даже не знаю ну что там ну допустим в россии там 24 часа допустим поглядим что там и командир воздушного судна леонид зенченко у него за спиной тысячи часов налета их пассажирский лайнер приземляется на одном то есть тоже такая приятная симпатяшечка значит есть еще вот такая штучка значит варите слайд шоу значит она плавно показывает с разными там эффектами наплывов значит различные образы кто-то к вам пришел вы не хотите чтобы видели ваш экран нажали на кнопку слайд шоу и пусть скажем так чрезмерно любопытный человек видит только то что вы ему хотите показать а не то что он хотел бы увидеть или она вот и все то есть нормальное такое в любой момент кликнули мышкой все значит и слайд шоу исчезло смена значит обоев у меня значит я их автоматом отключил значит вот автозагрузка значит дропбокс мега синк скайп и варите отключены включены только коночки и карадок вот две эти программы стартуют как говорится на постоянку по каким то причинам вам конки не нужны он галочку сняли и у вас абсолютно чистый и детственный скажем так рабочий стол никто вас не неволит дальше значит офис представлен в полном объеме значит тут и электронные таблицы и значит программа по типу винворда значит ну нормально все работает и хорошо причем у либри офиса есть хорошая особенность он запоминает путь и вот когда запускаешь его второй раз вот посмотрите раз он уже гораздо быстрее грузится как они там это заделали я не знаю но молодцы ребята значит ну значит что еще можно сказать большинство из программ значит раздела стандартные я раскидал значит на верхнюю или на нижнюю панель вот их тут вы можете встретить ну не все конечно вот значит основные значит по крайней мере поместил вот так что поползайте там посмотрите я почему значит могу порекомендовать значит вот эту сборочку значит убунту цинамон скажем так весьма необычная ручку приложил ручки вот ну она будет поддерживаться в течение пяти лет то есть то есть вот сейчас у вас все настроено вот практически можете на ней спокойно в принципе эти пять лет просидеть там периодически только там обновляясь там раз в месяц да и то сказать по вашему желанию вот и все какую программу не смог поставить не смог поставить скайп там значит все окна скайпа в одном окне как не пытался ничего не получилось и не получился у меня значит сейчас еще скажу что не получилось так команда лет терминала где у меня была пакетная установка так убунту твик ни в какую не захотел оставиться вот хоть ты тресни казалось бы такие близкие родственники убунту ни в какую не ставится на него убунту твик и не ставится на него значит программа slings gold это интерфейс по типу гномовского приятное такое значит загрузчик различных там программ но ничего страшного значит но в основном большинство значит программ сюда встали возни честно вам скажу если хотите помаяться но будете долго маяться я не возражаю если не хотите вот берите сборку качайте и начинайте там ее курочить по своему желанию что-то там удалите что-то там добавьте но все равно это будет несравненно гораздо проще сделать ну и финальным значит этапом вот моей вот этой вот настроенной сборки значит явилось что значит вот у меня значит здесь на разделе диска linux data был раз размер разделы unity 64 бита это вот был только изначальный там один а потом когда я поставил уже рабочий стол санамон а вот здесь в систем баки значит у меня он раз там два три четыре видите пять копий было сделано и вот сейчас значит мы сделаем последнюю финальную копию вот они видите по номерам идут теперь значит мы сейчас сделаем последнюю финальную копию заведем единичку сюда значит два три четыре пять создадим еще одну заключительную копию наших как говорится наших трудов и стараний потому что вот тут пишет уже что одно он автоматом взял и удалил то есть он до пяти допускает а дальше хоп и автоматом вот в принципе тоже правильно считают что их там это сама держать плодить когда все оно тут нормально все работает вот таким вот образом ладно значит дождемся окончания все-таки и так значит создание закончено вот опять таки раз два три четыре пять восемнадцать сорок четыре вот все это дело было создано как как видите он автоматом значит больше пяти копий как говорится не дает делать да собственно говоря не очень то и хотелось нормально все единственное что меня интересует размеры значит вот архива в сейчас давайте посмотрим все экраны в менте всегда обычно на верхней панельке сидел и было видно значит если он красненький идет запись если он там серенькие записи нет здесь он вообще не хочет сюда как говорится устанавливаться и все хоть ты тресни ну что бывает там скажем так небольшие такие вот мелочевки но в принципе что могу сказать сама-то по себе Ubuntu система-то мощнейшая и работает она хорошо и надежно и сообщество Ubuntu ой какое большое очень много людей значит с ними дружит помогает им и так далее из Ubuntu вырос Linux Mint тоже об этом забывать не нужно поэтому это вот скажем так дань моего уважения значит Ubuntu ну скажем с моими частными привычками то есть вот мне нравится рабочий стол Цинамон Unity ну что на вкус и цвет Unity мне не нравится значит вот размер последней копии 6 гигабайт получился в принципе вполне как говорится нормальный размер вот таким вот образом то есть все этапы настройки значит у меня Ubuntu они остались сохраненными показываю их еще раз вам вот смотрите в начале значит я только что установил Unity и сделал буквально парочку снимков вот один и второй вот они первый и второй это все было еще значит рабочий стол был Unity затем значит мне удалось установить рабочий стол Цинамон и вот я этапы значит настройки на самых разных этапах я значит вот таким вот образом шел в конце концов я могу оставить только вот эту вот последнюю работающую копию ну может быть там предпоследнюю а все остальные я могу поубирать почему потому что ну это уже скажем так настроенное все и вряд ли я буду возвращаться к нулевому варианту ну поскольку поскольку мне места хватает ну пусть пока недельку-другую полежит и там посмотрим вот а так значит рекомендую вам ее почему ну что ну хорошая нормальная система причем значит вот не такая кривая что вот у юнити этот костыль слева всегда непотопляемый сидел не оцепить его ничем нельзя было очень мне не нравился верхняя значит панелька была тоненькая в два раза тоненьше чем вот эта вот ну цинамончика надо тебе размер панели то всегда пожалуйста взял да поменял ее как тебе нравится вон сделал вообще побольше даже можно сделать а кому какая разница а кто мне помешает никто мне не помешает вот таким вот образом значит ну что значит основные моменты значит я рассказал а предпогода здесь значит на верхней панели не работает уже неделю но я вытащил погоду вот сделал москву значит в кайродоке также можете там установить свои города вот здесь в отделе справка значит что дело делается вот настройка вот настройка вот здесь английскими буковками заводите название своего города запятую и напишите словечко допустим россия если он значит у вас аплет у вас заработает значит все нормально если нет берите на ближайший к вам крупный город пишите название значит английскими буковками запятая и россия пишите если зацепит крупный город ну будете погоду брать по ближайшему от вас крупному городу а вот практически и вся премудрость так что я желаю вам всего самого значит хорошего провести много приятных часов с этой сборочкой значит 32 битную я делать не буду а вот 64 битная давайте вот рекомендую вам штучка действительно хорошая стоит того чтобы ее скачать и поставить по крайней мере удовольствие доставляет да и размеры оптимальные так что до свидания и до новых встреч